приветствую вас друзья идет вторая неделя моего очистительного курса по огонян и эта неделя как вы знаете уже включает себя соки свежевыжатые соки но прежде чем поговорить о соках давайте немножечко все-таки скажу о том как проходит мое очищение на этот раз напомню это мой второй курс очистительный первый курс проходил летом этого года сейчас осенью 2 осенний курс но после того кошма небольшого кошмаре к который произошел со мной в первые дни вот это отравление которым я говорила ранее в видео ну все как бы все осталось позади все мои переживания утихли и сейчас все идет ровно гладко так сказать по накатанной без каких-либо непредсказуемости в общем все уже отработано как только у меня появился налет на языке и набухли десны и начал отходить гной а также началось от смаркивание я сразу поняла что все процесс очищения запущен она включилась все идет полным ходом и собственно этом я и как бы продолжаю наблюдать за собой ничего непредсказуемого не происходит то есть все как обычно ежедневное питье отвара она первой неделе на вторую неделю с подключением соков ежи утренние три клизмы очистительные в общем все как запланировано все так и идет самочувствие у меня прекрасная я в хорошей физической форме вес у меня 60 килограмм то есть за полтора недели один килограммчик у меня убавился ну я о нем не переживаю думаю это дело наживное главное что не ушло больше веса потому что я уже довольно таки прилично похудела ко мне приезжал недавно в гости мой дядя он последний раз меня видел восемьдесят четвертом году когда я еще была студенткой и вот он когда меня увидел первая фраза его было о боже мой как будто бы я и не уезжал как будто в основном восемьдесят четвертый год и ты такая же студентка как и было много лет назад то есть он просто не увидел разницы между мной тогда восемьдесят четвертом году и когда мне было 20 21 год и между мной сейчас когда мне 53 конечно меня это очень порадовало это не может не порадовать со следующей недели я начну закапывание капель цикламена вот а пока что я упражняюсь соками и вот сегодня мне хочется о соках особо сказать вы знаете когда в прошлом курсе еще будучи в сочи делала вот эту соковую терапию у меня я не была стеснена в средствах я была сама себе хозяйка и у меня соков было завались всяких то есть я покупала разные фрукты и овощи не не задумываясь о том как они дорого ли это стоит ну естественно я экономил по мере возможностей но все равно в сок я себя не ограничивала а сейчас у меня наступил такой период когда приходится экономить и вот я придумал такой очень-очень экономный вариант в общем в этом это в эту осень я заготовил очень много яблок в зиму причем совершенно бесплатно просто мы нашли заброшенный яблочный сад мы туда поехали набрали несколько мешков прекрасных яблок положили их на хранение в погреб сарае и вот сейчас я просто хожу набираю каждый день себе по тазику этих яблок в общем смотрите что получается поскольку сильно себя порадовать разнообразием соков я не могу сейчас а пить один яблочный сок тоже как-то ну скучновато я делаю следующее я делаю основу яблочный сок и добавляю туда всевозможные разные добавки ну например добавить тыкву сок тыквы великолепный результат а если еще чуть-чуть из сока лимончика туда брызнуть вообще замечательно либо в эту яблочную основу добавить свеколку одну сок свеклы с соком яблок тоже нормально пьется в то время как сок свеклы в одиночестве выпить например я не могу морковь тоже как вариант совершенно недорогой продукт тем более если он там у кого-то на своем огороде тоже очень нормально с яблоками сочетается то еще есть сейчас недорого можно купить какие-то знаете остатки роскоши там какие-то продаются на развалах перцы совершенно дешевые не знаю какая-то там редиска дешевая но в общем то что есть не брезгуйте ничем я имею ввиду если даже это выглядит не очень-то так с точки зрения маркетинга не очень продажно выглядит это не важно главное что это там есть сок и это можно выдавить в общем я сейчас шла и обратила внимание что яблоки все еще висят там где они никому не нужны там где какие-то есть заброшенные деревья либо заброшенные сады заброшенные участки яблоки все еще висят их совершенно спокойно можно собрать пойти там или поехать и набрать мешок этих яблок можно запросто ну конечно придется полазить по деревьям но ради здоровья мне кажется чего только не сделаешь поэтому я советую всем кто вот тоже сейчас как бы готовится к сокотерапии запасайтесь яблоками пока не поздно еще есть возможность их собрать вот это то что я хотел сказать о соках и еще у меня сегодня очень-очень радостная новость я сегодня делал утреннюю гимнастику свое коронное упражнение две пиалы когда руки там это крутится вокруг тела и сегодня я обнаружила что у меня совершенно нет боли в левом плечевом суставе если вы помните я когда-то говорила что у меня из 100 процентов более осталось наверное только пять остальные 95 процентов ушли в первом курсе и вот сегодня я наконец-то я почувствовала что я совершенно свободно делаю эти движения меня вообще нет боль вы понимаете прошло всего полторы недели курса моя боль исчезла я просто не могу поверить в это честно говоря я думаю что вот этот остаток боли он так и будет мне сопровождать всю жизнь но когда сегодня я утром поняла что этой боли нет вообще вы не представляете как радость меня охватила такой восторг вот это мотивирует вот это огромный стимул хочется и и дальше дальше вот честно говоря я этот курс хотела закончить на второй неделе потому что это хочется есть тем более вокруг меня все время еда приходится даже готовить эту еду для своих домочадцев дома закончена второй неделе а сейчас когда я увидела этот результат почувствовала этому нет я все-таки пойду на три недели чего бы мне это не стоило ну кстати об этих соблазнах насчет еды я как-то стала их довольно таки легко преодолевать вот даже когда приезжал вот в гости мой дядя тут конечно накрывали стол тут был вообще очень много всего вкусного приготовлено но вкусного с точки зрения традиционной пищи и меня даже в один момент закралась такая преступная мысль ой они бросят ли мне все они сидят ли мне за стол со всеми покушать я я переборола себя конечно я сдержала себя и на утро я была очень себе благодарна потому что я знаю что если бы я сорвалась и пошла в еду то я утром бы так себя ругала но слава богу я удержалась соблазн меня не взял в плен и вот я продолжаю вот и еще у меня одна моя хорошая новость это новость личного плана у меня теперь есть большой кусок земли свой собственный я уже предвкушаю как весной я буду сажать на нем все 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 что касается фруктов и овощей я посажу всякие ягоды и всякие помидоры огурцы и морковку в общем у меня будет все что я хочу вы решили на собственном огороде я конечно понимаю что это будет труд но вы знаете этот труд мне кажется такой труд в радость когда ты знаешь что это все для твоего здоровья все для твоей пользы и все это такое вкусное все это будет у тебя в достаточном количестве не нужно будет и ходить это все покупать искать где дешевле у тебя будет все собственное вот это меня так радует я теперь буду с большим нетерпением ждать весну начала посадочного сезона вот на этом пожалуй все мои новости желаю всем позитива всем пока